Несмотря на то, что декретный отпуск по уходу за ребёнком предусмотрен до трёх лет, современные мамы в силу различных обстоятельств выходят на работу намного раньше. Раньше чуть детей приводили повзрослее, где-то около трёх лет, в три года. То тенденция сейчас к тому складывается, что всё-таки родители более молодые. Естественно, чтобы не потерять место работы, им приходится выходить пораньше на работу. Поэтому возраст детей уменьшился. Многие родители отдают своих малышей в дошкольное учреждение уже в полтора года. А чем ближе подходит это время, тем сильнее переживают сами родители. Как отреагируют на новых людей малыш, как помочь ему справиться с началом нового периода, да ещё и в таком юном возрасте. Заблаговременное изучение таких вопросов является главной задачей для мам и пап. Не забывайте, что в каждом дошкольном учреждении есть кабинет детского психолога, куда вы можете прийти и узнать все ответы на волнующие вас вопросы. Сейчас мы как раз это и сделаем. Прежде всего, конечно, работа с родителями. Если родитель будет сам готов к адаптации, то для ребёнка это будет без всяких проблем, привыкание к детскому саду. Будет более комфортным, мягким, удобным. Это, конечно же, работа педагога. Период адаптации имеет три степени. Лёгкое – это когда ребёнок без слёз и истерика остаётся в детском саду и с лёгкостью подстраивается под режим. При средней степени ребёнок с трудом расстаётся с родителями, но довольно быстро успокаивается, когда включается в игру. Тяжёлая степень адаптации проходит долго – примерно от двух месяцев и больше. При таких случаях ребёнок очень долго успокаивается, не идёт на контакт с детьми и становится очень замкнутым. Естественно, тогда здесь индивидуальная работа, индивидуальный подход к ребёнку. Здесь уже подключаются специалисты, психолог, социальный педагог. А что же сделать для того, чтобы избежать сложности в адаптации и сделать её по-максимальному лёгкой? Это мы решили узнать у многодетной мамы Ларисы Голубевой. К садику, как говорит она, нужно готовить ребёнка заранее. Не только морально, но и физически. Приучаем горшочку, ложку, с кружки пить, а не с бутылочки. Отучаемся, естественно, от памперсов. Адаптация всех детей, а их у Ларисы четверо, благодаря таким простым правилам прошла благополучно. А вот самому младшему сыну Ларисы, Игорю, повезло больше всех. Всё благодаря специально созданной группе кратковременного пребывания в детском саду Юймовочка, куда они пошли с большим удовольствием. С нами там работали и музыкальный работник, и психолог, и логопед. Мы очень много потешек всяких разучили. Я думаю, что более подготовленным, наверное, был четвёртый Игорь к садику. Мне кажется, менее безболезненно всё это дело прошло. Вот группа кратковременного пребывания в детском саду Юймовочка. Она создана для тех, кто хочет постепенно и понемногу приучать ребёнка к детскому саду. Мама приходит сюда вместе с детьми, играют, занимаются, изучают. Тем самым малыш привыкает к новой обстановке и к новым людям. Такая группа была открыта в 2018 году. Главная цель и задача педагогов – сделать адаптацию малышей к условиям детского сада максимально комфортной. Дети от 9 месяцев и до 2 лет могут посещать такую группу 2 раза в неделю совместно с мамой. Дальше, когда ребёнок привыкает к новому месту, мама спокойно может уходить по своим делам. А малыш тем временем точно скучать не будет. Проходят музыкальные занятия, лепка, аппликация, рисование по возрасту. Театр у нас есть, всё, книги, рассматривание, чтение, заучивание по мере того, как развивается речь. То есть мы разучиваем различные маленькие стихотворения. Как показала практика, дети из такой группы кратковременного пребывания, успешный и с лёгкой адаптацией переходили в основные группы полного дня. А теперь подытожим. Для любого ребёнка очень важна заблаговременная физическая подготовка. Как можно больше разговаривать с малышом о предстоящем новом в его жизни периоде. Создавайте для него максимально схожие с детским садом условия. Общение со сверстниками и взрослыми в новых для ребёнка местах. Но и самое главное – будьте спокойны. Тогда всё пройдёт легко, как и у нашей героини Ларисы Голубевой.